Здравствуйте! Вас напрягают цены на бензин и настораживает экологическая обстановка в городе? Уверяю, не вас одних. Последние два десятилетия мировые автопроизводители только и пытаются, что решить обе эти проблемы одновременно. Снизить расход топлива и уменьшить выбросы в атмосферу. С учетом того, что в 2014 году в Европе будут приняты нормы Евро-6, а в России возможно нормы Евро-5, от конструкторов, технологов и химиков требуются самые решительные действия. А решение проблемы лежит в двух плоскостях. Это альтернативные источники автомобильного топлива и гибридные технологии. Но сегодня мы поговорим именно об альтернативах, для которых самыми привычными у нас являются газ и электричество. Установка газового оборудования или приобретение машины с уже установленным – дело привычное в Европе, где более трех миллионов персональных авто ездят в основном на газу. А в Прибалтике и той же Беларуси каждая, пожалуй, пятая легковушка оснащена соответствующим образом. Если учитывать, что первые две из указанных пяти машин – это дизеля, то процент газификации можно считать прямо-таки ленинским. Несмотря на сравнительную дороговизну собственного оборудования, а это около 1000 долларов за комплект четвертого поколения со специальным микропроцессорным блоком управления мозгами мотора, Так вот, несмотря на дороговизну установки, владельцы автомобилей, оборудованных газом, могут похвастаться двукратным снижением расходов на километр пробега и двойным увеличением этого самого пробега, поскольку к баку бензина добавляется еще и бак газа. Кое-кто из этих счастливчиков упомянет многократное снижение количества вредных выбросов, поскольку газ горит медленнее и сгорает полнее. Коммерческий транспорт по большей степени использует в качестве топлива не сжиженную смесь пропана и бутана, а сжатый метан – природный газ, который еще дешевле. Впрочем, у метанного оборудования есть один значительный минус – сжатый газ занимает намного больше объем, чем сжиженный, и добиться схожего пробега, можно лишь поставив в четверо больше баков, в легковушке багажника просто не останется. Последние годы популярным видом альтернативного автомобильного топлива стал этанол – элементарный спирт, который получают из возобновляемых источников, проще говоря, из растений, которые можно сажать каждый год, а с учетом генной инженерии даже не один раз. Чаще всего в качестве материала для приготовления биоэтанола используют кукурузу. Сам же процесс более всего напоминает тривиальное самогоноварение. Тем не менее, автомобили на Е85 – это смесь этанола и бензина в пропорции 85%, откуда и название, к 15% – вовсю колесят по Швеции и Соединенным Штатам Америки, да и новые модели появляются ежегодно. А первым серийным автомобилем, который использовал в качестве топлива этанол, была жестянка Лизи – это всем известный Ford T, оснащенный двумя баками и карбюратором, способным работать как с бензином, так и с этанолом. Да и самобеглые коляски Адама Опеля выстраивались в очередь не на бензоколонке, а у ближайшей аптеки. Плюсом этанола как вида топлива является не столько менее вредное по сравнению с чистым бензинным выбросы, сколько восполняемость его источников. Относительно частоты выхлопа, то тут разница оценивается в считанных процентах. Зато для производства этанола тратится на 25% энергии меньше, чем вырабатывается при его использовании. Для примера, ситуация с электромобилями как раз обратна. В России этанол в виде топлива интересен тем, что, как это ни странно звучит, сегодня у нас 22 спиртзавода находятся на стадии банкротства, а для производства спирта используется всего лишь 40% существующих мощностей. В последние годы возрос коммерческий интерес к биодизельному топливу, в особенности к технологии его производства из рапса и использованию отработанного растительного масла в качестве сырья. Уже есть энтузиасты, отправляющиеся вокруг света на масле из Макдональдс. В Австрии же такое топливо сейчас составляет 3% общего рынка дизельного топлива, а в США планируется на 20% заменить обычную солярку биодизельным топливом и использовать его на морских судах, городских автобусах и грузовых автомобилях. Преимущество биодизеля связано в первую очередь со снижением на четверть эмиссии вредных веществ отработанных газов. Да и само топливо получается намного чище, скажем, содержание серы в рапсовом биодизельном топливе составляет всего лишь 0,02%. В нашей стране попытки создания биодизеля наталкиваются на отсутствие подходящего сырья, хотя успешные попытки использовать в этом качестве не только рапс, как это общепринято, но и отходы из-под подсолнечника и даже чертополоха. Теоретически Россия могла выйти в лидеры по производству биодоплива первого поколения, то есть механической переработкой сырья, но первоначальные вложения слишком велики. Популярным в начале прошлого века в качестве топлива для поршневых двигателей был сжатый воздух, традиционные методы подачи которого в цилиндре или на крыльчатке турбины не позволяли добиться высокого КПД установки. И лишь в 2000 году люксембургский инженер и владелец компании MDI Гиннегре показал автомобиль, способный привлечь покупателей. Автомобиль этот работает со смешиванием сжатого поршня и, соответственно, нагревшегося атмосферного воздуха со сжатым и сжиженным воздухом из бака, который расширяясь остывает до минусовых температур. Смешивание горячего и холодного высвобождает энергию, толкающую поршень вниз. Автомобиль на одной заправке проходит 200 километров, а выхлопом является, как это ни удивительно, тот же атмосферный воздух, разве что весьма холодный, а именно температурой минус 15 градусов, что, кстати, можно использовать в климатической системе автомобиля. Машина с использованием технологии Негре будет серийно производиться под маркой ТАТА уже в начале следующего года. Она сможет проехать 150 километров с четырьмя пассажирами, не имеет вредных выбросов вообще, а в качестве смазки использует отработанное масло из фастфуда. Полная заправка будет стоить ориентировочно 3 доллара. Насколько перспективным, настолько и сложным в настоящее время является применение энергетических установок с водородом в качестве топлива, который посредством так называемых топливных ячеек преобразуется в электричество. Водород же может добываться из разных источников, из воды или из того же этанола. Мало кто знает, что первые публикации о топливных элементах появились еще в 1941 году, а серьезные исследования начались в 60-х годах прошлого века и больше имели отношение к космосу. Примером автомобиля на топливных элементах может служить технологический концепт GM Hydrogen 4, оснащенный литий-ионными батареями и сразу четырьмя электромоторами, встроенными в колеса. Водородные элементы вырабатывают электричество, как бы фильтруя электроны при подаче на пластину анод водорода, а на катод обычного воздуха, содержащего кислород. Элементы компактны, бесшумны, а выхлоп – это простой водяной пар. Что касается конкретной концептной GM, то топливные ячейки дают электроэнергию и для заряда батареи, и для электромоторов, раздельно или одновременно. Некоторые автопроизводители серьезно рассматривали использование водорода в качестве топлива, непосредственно с подачи ионов в цилиндры. Например, BMW серии Hydrogen. Водород полностью сгорает в кислороде, выделяя большое количество энергии и оставляя после себя только водяной пар. Водородное топливо легко транспортировать по трубам практически на любые расстояния, тем более, что он не ядовит, хотя и взрывоопасен, и не обладает коррозирующим действием. Запасы водорода по существу не ограничены. Водородное топливо представляется идеальным горючим для относительно маломощных и в то же время многочисленных силовых установок, размещенных на подвижных платформах. Ну, это, собственно говоря, автомобили. Водородные автомобили обладают многими достоинствами. Теоретически заправка водородным топливом существенно дешевле заправки бензином, а продуктом сгорания водорода, как я уже говорил, становится не опасный газ, а безвредный водяной пар. Однако проблемой является производство водородного топлива в промышленных масштабах. Дело в том, что ныне водород производится путем сгорания природного газа. Известны более чистые методы производства, прежде всего процессор электролиза. Однако все это очень дорого и требует большого количества электроэнергии. Важно отметить, что BMW 7 серии Hydrogen можно назвать единственным автомобилем, который подвергся полному циклу испытаний, включая краш-тесты по программе NCAP и проверки на пожаробезопасность. Тестируя этот автомобиль, мы не шли ни на какие компромиссы. Мы действовали строго по программе испытаний, не делая скидку на его необычное топливо. Для нас это такой же BMW, как и все другие. Особенностью водорода по сравнению с бензином или дизельным топливом является его низкая энергия воспламенения. При сгорании водорода образуется направленное вверх пламя, которое невозможно определить ни визуально, ни на запах. Но по сравнению с бензиновым или дизельным топливом, водород обладает также преимуществом, таким как более низкая опасность пожара и обширного разлива топлива на месте ДТП. Так как водород быстро улетучивается, он может воспламениться только в том случае, если источник воспламенения находится в непосредственной близости от него. Кроме этого, пожар не может распространиться через разлитое по земле топливо, как в случае с бензиновым или дизельным топливом. Поэтому водородный BMW Гидроген 7 обеспечивает больше возможностей для спасения людей, зажатых пострадавшим в ДТП автомобиле. К тому же мы постарались свести риск повреждения водородного бака к минимуму, разместив водородный резервуар позади заднего ряда сидений, над задней осью. В плане безопасности при столкновении это является оптимальным расположением. То есть при ударе в заднюю часть автомобиля бак защищает багажник, а при боковом столкновении энергия удара поглощается подвеской. И если вы сейчас спросите, какой автомобиль я бы назвал более безопасным, бензиновый или водородный, я бы отдал предпочтение водородной модели. К тому же водородный бак подвергался и другим испытаниям, которые подтвердили, что водородная топливная система, по крайней мере, такая же безопасная, как и бензиновая. Если не безопаснее. Это же подтвердили и независимые эксперты. В университете Пенсильвании использовали давнюю идею. В реактор помещаются любые органические отходы. Их перерабатывают специальные бактерии, которые производят электроны, протоны и углекислый газ. После этого подается маломощный электрический разряд, под действием которого электронные протоны образуют молекулы водорода. В результате реактор производит втрое больше энергии, чем требуется для проведения реакции. Если КПД традиционного электролиза составляет 62%, то новый реактор обладает КПД в 82%. Авторы исследований утверждают, что их технология производства водородного топлива из пищевых отходов уже сейчас может быть использована в местах, где образуется большое количество мусора. Электричество для привода автомобиля в наше время по большей части используют во внутризаводском транспорте. Из обычных полноценных дорожных машин, собираемых серийно, вспоминается немного вариантов. Прежде всего это General Motors EV1, представленный публике в 1996 году и ограниченным тиражом, продаваемый посредством лизинга в Калифорнии и Аризоне вплоть до 2003 года. Надо сказать, что история электрических автомобилей уходит корнями еще в XIX век, когда в 30-е годы, точная дата неизвестна, шокландский предприниматель Роберт Дэвидсон демонстрировал гостям самодвижущуюся тележку с электроприводом. В конце XIX и начало XX веков автомобили были распространены чуть не больше, чем машины с двигателем внутреннего возгорания. Попытки выпустить серийный автомобиль с электрическим мотором делались еще неоднократно, но малая грузоподъемность и пробег, высокая цена и дороговизненное обслуживание не позволяло производителям добиться желаемого успеха. Появление новых технологий в производстве аккумуляторов дает возможность использовать самостоятельный электрический привод даже на серийных моделях, причем без ухудшения эксплуатационных характеристик. Вот пример с нынешнего парижского салона, где Крайслер представил модельный ряд с литий-ионными батареями с обещанием начать серийный выпуск в 2010 году. Неплохая перспектива, особенно если учесть, что электричество может добываться с использованием энергии ветра, волн или солнца. Не так давно появился опытный Мини-Е, первый шаг в рамках корпоративной стратегии номер один по созданию серийного электромобиля. Вместо обычного мотора у него электрический, с трансмиссией-редуктором, вместо горловины бензобака разъем для подключения домашней сети, вместо тахометра указатель уровня разряда. В отличие от предыдущих концептов, на Мини-Е применены батареи с литий-ионными ячейками. Их большая мощность обусловила солидный вес батареи, которая заняла практически все пространство для задних пассажиров. Получился двухместный Мини, который мощнее, чем обычный Мини Купер-С. Электромотор калифорнийской компании AC Propulsion развивает 204 лошадиные силы. Что касается перспектив развития альтернативных видов топлива в России, то они вполне определенные. У нас негде выращивать кукурузу, у нас слишком плохой климат для этого. Поэтому альтернативные биотоплива у нас могут не пойти. Спирт у нас может не дойти вообще до заправки. Что касается нано-бензина и различных хитрых программируемых видов, скажем, солярки, то, пожалуй, это пока еще удел энтузиастов. Так что у нас остается, пожалуй, что газ, электричество, ну и мускульный привод, велосипед наше будущее, если, конечно, гибриды не переедут дорожку. Но об этом в следующий раз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА